Трибуны не шумят. В зрителях только журналисты и тренеры. Сначала лёгкая раскатка, потом знаменитые выбросы. За ребятами внимательно следит Нина Мозыр. Заслуженный тренер России после Олимпиады несколько отошла от дел. Но своих воспитанников не оставляет. Я не ушла, я отошла от активности. В принципе, я с ними, я помогаю одной и второй паре. Я присутствую на тренировках, я приезжаю, смотрю. А каждый день я просто устала. Готовить Тарасову и Морозова ежедневно взялся другой воспитанник Мозыр Максим Траньков. Олимпийский чемпион игр в Сочи прекрасно знает, что необходимо для успешного проката. Программа ребятам, для ребят, скажем так, образы довольно сложные. Они ещё, как бы, как сказать, дорабатываются, оттачиваются. Также мы выучили некоторые новые элементы, которые тоже требуют работы. Поэтому сказать, что всё легко и просто, нельзя. Работаем. В этом сезоне фигуристы готовят второй тройной выброс, достаточно дорогостоящий, как сами выражаются, элемент. То есть за него начислят больше баллов. Остальные элементы подкорректированы в соответствии с новыми правилами. Новый выброс будет в призвольной программе. Вообще у нас все программы кардинально отличаются друг от друга, поэтому никогда ни в одном ключе не делаем постановки. То есть этот год тоже не исключение. Совершенно другая произвольная будет и по стилю, и по музыке, и по исполнению. Поэтому в сезоне ещё успеете посмотреть несколько раз. Олимпийская программа в Хинчане запомнилась ещё и яркими костюмами российской пары. Выбор наряда здесь дело не личное. Да, в прошлом году это была больная тема по поводу костюма для произвольной программы, но хотели сделать что-то весёленькое. И слишком много всего наклеить на него было бы тоже лишнего. Поэтому полвыбор на горошек. Ну, как-то совместно все решили. В новой произвольной программе у пары будут светлые костюмы в короткой – тёмные. Всё это Тарасова и Морозов покажут на контрольных прокатах сборной в Москве 8 сентября. А уже в октябре спортсменов ждут первые в сезоне соревнования.